Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкиной. Я приветствую всех, кто нас смотрит. Вот о чем расскажем в этом выпуске. Коммуналка вновь подорожает, а беременным увеличили ежемесячные пособия. Какие еще изменения принес с собой второй месяц лета? Проезд ГУШ-транспортный в Барнауле перестанет выглядеть так, будто по нему до сих пор ездят брички и тарантасы. Здесь появится долгожданный асфальт. На сцене театра кукол Паша. Почему в зал пускают только зрители от 16 и старше? Но вначале о том, что накануне приковало к телеэкранам практически всех жителей страны. Из двух миллионов выбрали около 70. Именно на столько вопросов ответил президент России Владимир Путин на 20-й прямой линии. Она продолжалась больше трех часов. И, к сожалению, вопросов от Алтайского края мы так и не услышали, хотя наш регион называли одним из лидеров по обращению. Один из главных вопросов обязательной вакцинации – ее законность. Как сказал Путин, если на работе обязывают прививаться, это противозаконно. Это незаконно, сразу могу сказать. Если есть метаотвод, отвод по медицинским соображениям, требовать вакцинации никто не имеет права. Из главного затронулась тема про локдаун. Такой вариант событий в стране не исключает, но власти делают все возможное, чтобы этого не произошло. До последнего Владимир Путин держал в тайне, что привился спутником ВИИ. Но глава отметил, что обе наши вакцины достойны. Путин объяснил, почему привился именно спутником. Цитирую. «Вооруженные силы у нас прививаются спутником ВИИ, а я все-таки верховный главнокомандующий». Конец цитаты. Президент также намекнул губернаторам почаще выходить на прямые линии с гражданами и общаться с ними. Также Владимир Путин распорядился о единовременной выплате для семей с шестилетними детьми, даже если они сейчас в школу не пойдут. Что касается вопроса о преемнике, то здесь глава страны ответил просто. Придет время, я скажу, кто достоин возглавить нашу страну. Подводя итог, большая часть вопросов на прямой линии были связаны с проблемами муниципалитетов. «Высветилась вот та главная проблема, которая вообще есть, и там, где большинство усилий государства сейчас будет вкладываться. То есть это вот непосредственно мусор, подводка газа, дороги, какие-то вот маленькие ремонты школ или строительства новых школ. Каждую проблему озвученную Путин попытался ответить системно и разобраться тоже в ней системно. Весели, переговорю с губернатором, переговорю, решим, дам поручение правительству». Ну а между тем, с 1 июля жители Алтайского края ждет очередное повышение тарифов ЖКХ. Какие еще новшества вступят в силу, расскажем далее. В среднем плата за коммунальные услуги для жителей Алтайского края вырастет на 2,4%. А вот для барнаульцев, проживающих в пригороде Центрального района и Селенова Михайловка, коммуналка будет выше предельного уровня. Однако часть выплат могут возместить по заявлению граждан. До 1 июля банки региона должны были завершить перевод пенсионеров на карты Национальной платежной системы МИР. Однако пользоваться старым пластиком, виза и мастер-карт можно будет до 1 октября. При этом у пенсионеров остается право получать пенсию по старинке через почтовое отделение. С сегодняшнего дня изменится порядок выплат пособий беременным. Ежемесячную помощь будут получать женщины, вставшие на учет на ранних сроках, если их доход не ниже прожиточного минимума. Выплаты составят почти 6 тысяч рублей вместо прежних 800. К слову, теперь пособиями будет заниматься пенсионный фонд. И плохая новость для курильщиков. С 1 июля магазины не смогут продавать сигареты стоимостью менее 108 рублей за пачку. Связано это с ростом акцизов на табачную продукцию на 20%. Сегодня в суде Железнодорожного района прошло первое заседание по гранту, выданному детскому саду «Хэппи Бэби». По уголовному делу проходит заведующее учреждение. Параллельно Елену Воротникову обвиняют и в другом преступлении. Напомним, в элитном детском саду избивали детей, о чем свидетельствуют кадры с камер видеонаблюдения. Что касается гранта, по данным следствия, в 2015 году Управление по образованию края выдало заведующей «Хэппи Бэби» субсидию. 1 миллион из регионального бюджета и 14 из федерального. Эти деньги предназначались на компенсацию расходов по выкупу помещения для детского сада. Так вот, предполагается, что Воротникова решила обогатиться на субсидии, предоставив заведомо ложные сведения о цене объекта. По версии следствия, изготовить фиктивные документы заведующей помогла Стелла Штань. Она являлась собственником этого помещения. К слову, недавно Штань признала свою вину и возместила ущерб государству. Мы будем продолжать следить за этой историей. А сейчас к другим темам. Проезд ГУШ-транспортный выглядит в соответствии с названием. На небольшой улице Октябрьского района асфальта не было никогда. Сложная извилистая улица утопает в грязи одну половину года, в снегу – во вторую. Наконец, дошли и до нее. Так выглядит проезд ГУШ-транспортный после дождя. И выглядел так десятки лет, начиная с момента, как стал частью района под названием Капай-город, где в землянках беспорядочно селились заводчане. Их потомки, жители проезда, с просьбой отремонтировать дорогу обращались во все инстанции. Весной этого года депутат Госдумы Александр Прокопев обратил внимание главы города на ГУШ-транспортный проезд. И он стал одним из пунктов программы асфальтирования улиц Барнаульского частного сектора. У нас есть программа, это городская программа, которая у нас существует с 2011 года. Вот с 2011 года 249 объектов по этой программе мы сделали. Ну, на память говорю, 47, если что меня поправит, это в Октябрьском районе. Город примерно дает 40 миллионов каждый год на эту программу, да, и в этом году мы выделяем 40 миллионов. Проезд ГУШ-транспортный попал в эту программу. Жители рассказывают, без асфальта перемещаться здесь возможно только летом в сухую погоду. Но вопрос не решался все годы существования проезда. Неоднократно обращались, то есть, если там, вот, видели, снимали, соответственно, в том году коллективное, то есть, обращение мы писали, то есть, на администрацию города получили ответ, что, как бы, на этот год попали в очередь. Ну, до последнего не верили. Дорожные работы должны будут начать в середине августа, а вот сроки сдачи могут быть сдвинуты, потому что прямо во время встречи глава города и депутат Госдумы приняли решение проложить асфальт до конца проезда. Это не было предусмотрено проектом. Теперь, когда объемы увеличены, специалистам предстоит пересчитать сметы, пересмотреть сроки. Но техническая часть остается той же полноценное асфальтовое покрытие, плюс ливневая канализация. Немаловажная часть проекта для улицы, расположенной на склоне. Мы будем стараться, конечно же, и сохранить дорогу, потому что вода всегда является серьезным разрушающим фактором в моментах содержания полотна. Но и также для нас будет важно, чтобы вода не заходила в дома жителей. Именно поэтому будет предусматриваться система канав. Понятно, что она не всегда совершена, но мы приложим максимальные усилия и постараемся полностью защитить всех. Наконец, проезд ГУШ-транспортным перестанет выглядеть так, будто по нему до сих пор ездят брички, омнибусы и тарантасы. Сегодня, наверное, для ГУШ-транспортного проезда такой исторический момент. В скором времени здесь появится асфальт. И я надеюсь, что вот именно ремонт дорог, создание твердого покрытия, дорожного покрытия станет таким трендом для окраин Барнаула. И благоустройство улиц продолжится именно в частном секторе. Некоторые жители ГУШ-транспортного ждали благоустройства всю свою жизнь. И только сейчас поверили, что скоро будут ходить по асфальту. Елена Кузовкина, Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком. Велодорожки, зеленые зоны и крупные предприятия. Владислав Вакаев презентовал свою книгу о Барнауле будущего. Это стратегия развития города на несколько лет вперед. Что интересного предлагает политик, расскажет Ирина Корчагина. Нам, городу, нужно достичь показателя численности своего населения в один миллион человек из 700 тысяч, которые есть сейчас. Амбициозно, смело, как и мысль о том, что Барнаул может стать большим зеленым парком с велодорожками и общественными центрами вместо ТРЦ. Такой краевую столицу будущего видит Владислав Вакаев. Политик представил на суд публике свою книгу «Барнаул. Образ будущего». Город без пробок, загазованности, точечной застройки. Автор книги уверен, будущее за промышленными предприятиями. Только нужно найти территории для их строительства. А еще можно наконец-то построить мусороперерабатывающий завод. И уже сейчас думать о том, как отмечать 300-летие Барнаула. Я предлагаю сейчас, уже 9 лет остается до юбилея, постараться эту дату использовать для самих себя и для федерального центра, чтобы что-то сделать. Например, как считает политик, сделать подарок для города. Так, к юбилею Санкт-Петербурга было отреставрировано 226 объектов, набережные, мосты. Иногда в городах, правда, выдают за так называемые подарки с дачи школ, детских садов, стадионов. По мнению Вакаева, Барнаул мог бы заслужить и северный обход. Транспортная ось свяжет в одну агломерацию Барнаул, Новоалтайск, Павловский и Первомайский районы. А значит, и три крупные промышленные площадки. Мы получаем буквально-таки прямой выход на Новосибирскую трассу. Но, главное, мы получаем очень хорошие перспективы для расширения Власихинской площадки. Мы получаем прекрасные территории для создания и промышленных зон, и логистических центров. Зачем краевой столице свой бренд? Как удержать молодежь и привлечь миллионы туристов, которые каждый год по пути в Горны проезжают мимо Барнаула? На все эти вопросы политик отвечает в своей книге. Главное, чтобы ее посыл дошел до нужных людей. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Алтайские ветеринары ликвидировали условную вспышку птичьего гриппа. Такова задача учений, которые специалисты провели сегодня на случай ЧП. Между тем, поводы беспокоиться есть. С начала текущего года в России уже зарегистрировано 6 очагов. А несколько дней назад в одном из заказников Тюменской области птичий грипп стал причиной гибели сразу 40 краснокнижных пеликанов. Как остановить опасный вирус и чем он опасен для человека, узнавала Анна Рашагирова. Если домашние птицы не принимают корм, запрокидывают шею, а при ходьбе то и дело шатается и падает, это могут быть клинические проявления птичьего гриппа. Достоверно узнать диагноз можно только при помощи лабораторных исследований внутренних органов. Помещается в сейф-пакет. На сейф-пакете пишется номер, дата отбора и роспись сотрудника, кто провел отбор. Если хотя бы у одной из птиц результаты окажутся положительными, то носителями опасного вируса птичьего гриппа окажется все поголовье. Сотрудники ветеринарии подвергают таких особей сначала эвтаназии, затем кремируют на специально отведенных территориях. В последний раз подобные мероприятия в крае проводили 7 лет назад, когда в 2014 году вспышку птичьего гриппа обнаружили в Новичихинском районе. Теперь ежегодно ветеринары проходят учения. Позавчера мы проводили в Завьялово, сегодня проводим в Тольменке. Мы проводим по грипптиц. Почему по грипптиц? Потому что по территории Алтайского края проходят миграционные пути дикой водоплавающей птицы. Управление ветеринарии Алтайского края совместно с лабораторией, совместно с подведенными учреждениями проводится мониторинг и исследование на данное заболевание. Для человека вирус тоже опасен. Подхватить его можно при тесном контакте с птицей. У человека поражаются органы дыхания, что нередко приводит к смерти. Поэтому не случайно вы видите этих людей уже в привычных масках, перчатках и защитных костюмах. Все это нужно, чтобы во время работы с инфицированной птицей не заболеть самому. И даже одежда под защитным костюмом обрабатывается. Одним из основных источников заболевания является дикая водоплавающая птица. Охотники должны знать правила отстрела, разделки, утилизации биологических отходов. Правила содержания птицы разработаны для населения, где прописаны правила, как содержать птицу в закрытых вольерах, сколько должно быть поголовья. Вся территория края разделена на шесть зон. В каждой есть набор специальной техники и обученная команда, чтобы не допустить ситуации, подобной той, что случилось пару дней назад в Тюменской области. Напомним, там от птичьего гриппа погибли 40 краснокнижных пеликанов. Анара Шагирова, Дмитрий Денисов, День с толком. К новостям культуры. Эту творческую команду Алтайский государственный театр «Кукол сказка» ждал три года. Руководство призналось, пришлось постоять в очереди, но ожидания стоили того. И вот спектакль под названием «Паша» увидели первые зрители. Почему постановка с возрастным цензом 16+, и о чем история? Мы расскажем далее. «Паша». Эта пьеса написана по мотивам сборника рассказов «Добыть Тарковского». В произведениях современного автора Павла Силукова постановочная группа разглядела один очень любопытный собирательный образ. Именно он и стал героем спектакля. Я когда выросну, прочитаю фразу в этот год. Мы рождены на свет, чтобы везде ходить и ничего не делать. «Паша» – человек с непростой судьбой и сложной душевной организацией. Детские травмы дали отпечаток и во взрослой жизни, причем в буквальном смысле. Отец-герой оттушил об него окурки. Думал, так воспитаются не мужчину, а воспитал неуверенного, не признающего любовь и дружбу человека. У нас 16+. У нас 16+, но просто в силу закона о защите детей от вредоносной информации. Только из-за этого. То есть ничего не увидите предусудительного такого, да? Но тут есть сцены любви, предположим. Сцены не то, что насилия, но какой-то разговор об этом есть. В этом спектакле не обычные куклы. Они как продолжение артиста и их копия. Разговоры с самим собой, поиск себя в жизни, одиночество. По словам художника Антона Балкунова, персонажи пьесы – это люди с окраиной, выросшие в 90-е. Артисты театра – это все равно интеллигенция. Нам нужны были такие персонажи с окраиной, такие, которые рано утром уже стоят, покачиваясь у остановок, такие грязные. Нам нужны были такие обитатели дна. На сцене театра «Кукол сказка» – это первый спектакль для взрослых за последние 20 лет. Уже в августе представят второй под названием «Человек из Подольска». Но это не значит, что здесь забыли о детских постановках. Просто решили, что сказка нужна всем. Тем более в новом здании театра. Елена Кокина, Дмитрий Денисов. День с толком. На этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит, и не только по телевизору, но и в социальных сетях, и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции – 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и участвуйте в обсуждениях. Для нас это очень важно. Ну, а через несколько секунд – о погоде. До встречи в эфире. До встречи в эфире.